Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Приходит в эти места И веселый человек Искатель счастья С пустыми карманами Но зато с кучей всевозможных идей В голове Да мало ли кого прибивает сюда Морской волной Под семь лимонных деревьев К берегу похожему на губы Которые вот-вот засмеются Давайте-ка и мы с вами Прогуляемся часок-другой Под звездами тропиков И вооружившись насмешкой Воображением и радостью Попробуем извлечь Из заржавленного шлема Романтической сказки Благодатную улыбку веселья Но прежде Мы с вами должны заглянуть В кабинет шефа сыскного агентства В Нью-Йорке Говорит шеф Подай ко мне Быстро Это лучший сыщик Нашего агентства Джентльмен Мы поручаем ему Самые важные дела Шустрый и малый Целые сутки упущены Ну кто мог предположить Мистер Черчилл Уорфилд Столько лет стоял Во главе нашего Страхового акционерного общества Наш бессменный президент Да, да Но человек слаб Джентльмен А сто тысяч долларов Это Соблазнительная сумма А О, Дэй Отлично Заходите О, Дэй Если вы сейчас Чем-нибудь заняты Бросьте Стоп Крупное дело, шеф Да Президент Страхового общества Республика Директоров Которого вы видите Перед собой Вчера вечером Исчез в неизвестном направлении Захватив с собою Кассу Общества Сумма Сто тысяч долларов Страховое общество Осталось буквально без гроша На днях заседания Что мы скажем акционерам Что Наши растерзают Данных никаких Шеф Направление Фото Уорфилд Оказался Хитрой Лисицей Во всем Нью-Йорке Не оказалось Ни одной Его фотографической Карточки Вот Описание Его наружности Со слов Знакомых Еще одна Деталь С ним Молодая Дама Его дочь Говорят Что Очень красивый Особо Да господа Настоящая леди Уверяю вас Вероятнее всего Деньги Он Увез В большом Черном Саквояше Так показывают Его слуги Я могу предоставить вам Для погони Мою яхту Она стоит На готове Ход Отличный Благодарим Насколько Нам удалось Дознаться Он Уехал На каком-то Фруктовом Пароходе Примерный Курс Берега Южной Америки Договоры О выдаче Преступников У нас Заключены Почти со всеми Странами Кроме Одной Маленькой Банановой Республики Которая Находится Тоже Вот В этих же местах Где же Анчурия Я повторяю Пора действовать Мы можем Упустить время И тогда Революционная Партия Полковник Фолькор Мне кажется Вы слишком Серьезно Относите К тому Что происходит В этой Милой Игрушечной Республике Вы Дон Пласидо Позвольте Вам заметить Кажется Ни к чему Не способны Отнестись Серьезно Это Тем более Досадно Что мы С вами В одной Партии Кроме Того Дон Пласидо Не забывайте Что это Как вы Выражаетесь Игрушечная Республика Наша С вами Родина Нам не могут Быть безразличны Ее судьбы И лично Моя роль В оппозиционной Партии Напомню вам Что именно Я и никто Другой Создал Оппозиционную Сегодняшнему Правительству Партию Никто другой Как я Первым Назвал Ваше имя Синьора Лассада Как Вероятного Претендента На президентский Пост После Свержения Тише Как вы всегда Неосторожны Я никак не могу Привыкнуть К роли Заговорщика Я повторяю Пора действовать Революционеры По моим Сведениям По моим Сведениям Полковник Революционные Дрожи Ванчури До поры До времени Прочно Закупорены Бедняги Чтобы делать Революцию Нужны деньги А у них Нет ни Синтава Тогда как У нас Тоже пока нет Денег Вы знаете Ну а пароходная Компания Везу Уверены Что эти американцы Вполне Во всяком случае До тех пор Пока я Принимаю участие В этом Небольшом Спектакле Как раз Завтра Приходит Волгалла Нам по неволе Приходится считаться С вами дом Плосидо Несмотря на Американская помощь Раз А через Несколько дней В наших руках Будут все Финансы Анчурии Президент Мерафлорес Успел Порядочно Выжить Из нашего Милого Босоногого Народа Да тише же Вам говорят Нас могут Подслушать И так уж По моим Сведениям Мерафлорес Что-то Почуял Мне Передавали Да он Глуп Глуп Наш Мерафлорес К тому же Он сейчас Увлечен Донни Изабеллой Гильберт Как старый Павильянов Ему не до Политики Кстати А почему Она сегодня Не поет Вероятно Сольное выступление В доме Господина Президента Вы же видите Его тоже Здесь нет А ведь Не пропускал Ни одного Вечера Кстати Откуда Она Это Донни Изабелла Две недели Поет В нашем КВР А уже Вся Успела Вскружить Голубь Вам Кажется Тоже Синьор Платида Нет Моя Голова Вообще Не способна Кружиться Отчего Бо То ни было Но Мисс Гильберт Великолепная Женщина Надо Признать Она Несет Свою Жизнь Как Розу У себя На груди Вы уверены Что ваша голова Не способна Кружиться Синьор Платида Какие горячие Дефирамбы Поверьте Что во мне В данный момент Говорит не мужчина Костертики Я люблю Все незвурядное Красивое Оригинальное Я восхищаюсь Дону Изабеллу Как Восхищался бы Картиной Цветком Редкой Цельной Безделушкой Не более К тому же Я никогда бы не мог Простить Что она Из всех мужчин Толпящихся У ее ног Выбрала Президента Мерафлореса Иногда мне кажется Что виновата Огромная Черная Борода Президента Она Несомненно Поразила Воображение Этой Очаровательной Певички Синьора Квасидов Мы собрались Здесь не для Обсуждения Прелестей Донны Изабеллы Да 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 Синьор Я убедительно Прошу вас Стать серьезным Хотя бы на эти Полчаса И выслушать меня Я повторяю Президент Мерафлорес Что-то Подшмил Синьор Если Американская помощь Дон Опоздание Будет Мистер Винченти То совсем Незначительное Обещаю вам Что завтра Утром Мы увидим Берега Анчури О, это было бы Отлично Капитан Иначе Мистер Франзони Мистер Кронин Впервые Совершающие Этресс Перестанут Доверять И нашей Компании И мне Как ее Распорядителю Но я скорее Не поверю Собственным Глазам Чем Фруктовой Компании Везу И членами Которой Мы Им честь состоять Безумие Всегда Себя Оправдывал Акционеры Ни разу Утерпели Убытков Напротив Все-таки Джейкмэр Я предпочел Делать Пометни С фруктами А с каким-либо Другим Видом Экспорта Вплоть до Попугая Эти последние По крайней мере Не портятся Тогда как Фрукты Малейшее Опоздание И потери Увы Неизбежны Жарко Мне казалось Мистер Винченти Что на этот раз Вы спешите Не только Из-за свежих Фруктов Ванчуре Изреют плоды Другого сорта Не так ли Мистер Винченти Этот сорт Интересует вас Не меньше Что вы хотите Бизнес Есть бизнес Будем откровенны Мистер Винченти Вы финансируете И поддерживаете Партию Лос-Ан Вы Делаете Своего президента Это будет Ваш президент Какой расчет Чем один Тропический президент Лучше другого В Ванчурии Не было Настоящего президента Со времен Благородного Оливара Народ любил его Оливара умел Сделать свой народ Счастливым Девять лет тому назад Оливара был убит В рассвете сил В разгар работы Полезной И плодотворной И убил его Лос-Ада Хитро спрятав концы Довольно, капитан Нам совершенно Не интересны Эти исторические Экскурсы Мы делаем Своё дело Мистер Франзо Вы Хочу знать Ваш расчет Лос-Ада будет Наш президент Вы знаете Что мы платим Пошлину За каждый пучок бананов За каждый ящик апельсинов Ну короче За все Что мы отсюда вывозим Так вот Мы поможем Лос-Аде Сбросить президента Мерафлореса И занять его место А Лос-Ада Скинет нам Париалу За пучок бананов Отличный бизнес Джентльмен А вы уверены Что этот Лос-Ада Выполнит Своё обещание Ну если бы мы имели Дело только с ним Конечно нет Но у нас есть Дон Сабас Пласида Политические интриги Для нашего друга Пласида Просто каприз Ему бы я не стал Доверять А население его обожает Яркая личность Умение Покорять сердца Просто этим С позволения Сказать заговорщикам Лесно Что такой большой человек Заинтересовался Такой малостью Как Собственная родина Столица Сан-Матео Многие примкнули К нему из верхов Есть еще другие города Коралеву Кажется Коралеву Живет год Да В основном Мы с ним Уйдем Коммерческие дела Давний житель Коралев Магнат Создал себе Состояние На экспорте Местных товаров Вот Кто был бы полезен Трудно подобраться Ага Что наш консул Этот Каков Консул Это некий Мистер Джон Эдвард Из штата Алабама Кажется Он совсем недавно У нас Не больше месяца Очень юн Ходят слухи Что Место консула Он занял Потому что У него случилась Какая-то сердечная неудача Вот этот Уж не имеет Никакого отношения К политике Да вы сами Завтра его увидите Его резиденция Находится там Коралева Ой Ради бога Билли Не думайте Что у меня Сохранились Какие-нибудь Чувства К этой девушке И нет До нее дела Я никогда Не вспоминаю Если бы она Сейчас вошла В эту дверь Пульс у меня Бился бы Так же спокойно Ах Это все В прошлом Я повторяю Билли Это все В прошлом Ну еще бы Не сомневаюсь Что вы забыли И ее Таких и надо Забывать С ее стороны Было Совсем Даже Некрасиво Отдаться На удочку Этого Грубияна Динка Поусона Динка Доусона Какой-то Грубый Фермер Мой соперник Это ничтожество Я его считаю Полу ничтожество Но у него земля И все так Поэтому Дочь лавочника Что вы хотите Да Ее Денц лавочник Но она сама По своим достоинствам И красоте Достойна быть королевой Я никому не позволю Говорить о ней Неуважительно Хотя она мне и отказалась Слышите Никому Даже таким близким Друзьям Какими стали для меня За этот месяц Вы Билли И вы Кэрол Ну Джон Прошу прощения Я не хотел Пинк Доусон Погодите Я с ним еще сплетаюсь Ну кто такие Доусоны Никто А Энвуды Известные по всей Алабаме Ну я выкинул ее Из головы Не так ли Билли Так-так-так-так Ну и писем же Сегодня привезла Волгала Ой Ужасно жарко В этой стране Много писем Билли Вероятно все Одно и то же Ну да Все желают знать Как будем побыстрее Устроить плантации В этой стране И как нажить миллионы Не затрачивая Никакого труда Ну некоторые идиоты Бросают свои Нью-Йоркские трущобы Захватив краски Кисти Единственную сковороду И идут сюда В надежде создать Произведение Искусства Шедевр Перед которым Люди склонили в голову По прошествии Очень долгого времени Эти идиоты Понимая Что их удел Фотографировать Местное население Бесмосклонное К этому занятию А на шедевр Не остается Ни времени Ни денег Кроме того Шедевры здесь И не нужны Они думают Что у консула Нет другого дела Как только Писать им письма Пожалуйста Билли Напишите им Одну строчку Читайте Последний отчет Королевского консульства Пожалуйста Подпишите Мое имя Билли Пожалуйста Не скрипите Пером Оно не дает Мне за стул Если вы не будете Храпеть Джонни Я сделаю За вас всю работу Разумеется Если только Кэрол Не станет ворчать Что он делает Всю работу за меня Фирма Уайт и Кеу Которая осаждает Эти берега Не соль болтать Билли Должен тебе признаться Я испытываю Кровожадные удовольствия Искажая эти Добродушные физиономии Всевозможных Коричневых оттенков Когда человеку Не везешь в жизни Ему хочется Причинить неприятность Кому-то еще О, Джонни Проснитесь-ка На минутку Джонни Проснитесь Еще одно письмо Из вашего родного города Пишет Ваш подсмест Он говорит Что один из его Сограждан Хотел бы Воспользоваться Вашими советами И опытом Этот человек Не прочь Приехать сюда Чтобы открыть Здесь Башмачный Магазин Испектор Ему хотелось бы Знать Выгодно ли это Пишет Приятное Ему хотелось бы Знать Выгодно ли это Предприятие Я не был жертвы башмаков целый месяц. Я не был жертвы башмаков целый месяц. Постойте, Гудвин, Блаш, доктор Грег, Джеди, наш предшественник, ну, жена Паула, ну, кто еще кто? Мадамутис, ее донечка Паса, ну, училась в Штатах, она, знаешь, твой культурный обувь. Кто еще? Стойте, солдаты? Нет, им обувь полагается только в походах, а в казарме все они босикомы. Без трех тысяч жителей едва ли двадцать испытывали когда-нибудь прикосновение к коже к ногам. Дедушка Петерсон, он просто хотел меня рассмешиваться. Он всегда себя считал крупным остряком. Ой, давайте, давайте напишем ему письмо. О, давай, а я продиктую. Даже спайтера схотелся. Так, друзья, так не пойдет. Нужно все оставить со вкусом. А, давайте, давайте, Кэрррр. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Башмачий богатин. Это надо! Так, давайте, Кэрррр. Так. Так, давайте. А теперь напишем послание нашему любопытному почнестеру. Итак, мол, на всём земном шаре нет лучше места, где продажа обуви имела больше шансов на успех, чем именно наш город-король. Что, мол, в нашем городе три тысячи жителей и ни одного обувного магазина. Чтобы бедные жители нашего города обходятся без обуви даже в комфортабельных пульпериях мадам Ортис, где собирается самое фешенебельное общество. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Сеньор Гельгано, ваш ром. Этот ром вы можете пить с чистой совестью. Это не какая-нибудь контрабанда. О, нет. Изготовление рома в анчуре, это монополия правительства. А продавать изделия государства занятия вполне респектабельно. Не так ли? Нет. Нет. Нет, сеньор Глайт, вы уже получили сегодня ваши два стаканчика. Я не налью вам больше, несмотря на свое доброе сердце. Я не хочу вас обидеть, сеньор Глайт, но последние полгода я не получила от вас ни одного, даже самого маленького центавра. Мадам Ортис, как джентльмен. Нет, не стаканчика более. Нет, вы знаете мой характер. Нет. Послушайте, Эстебан, мы с вами знакомы так давно. Очень давно, Глайт. Я брею вас каждый день, и причем бесплатно. Надеюсь, это избавляет меня еще от обязанностей поить вас на свои деньги. Попробуйте где-нибудь еще. Может быть, кого-нибудь удастся подловить. Да, я джентльмен, Эстебан. Я знаю, вы прозвали меня Вильзевулом, но я был и навсегда останусь джентльменом. Эстебан, Вильзевул. Что ж я знаю, вы дали мне это прозвище, чтобы отметить всю глубину моего падения. Я знаю, я впал. Пал низко и без надежды подняться. Судьба забросила меня вниз головой в эти проклятые тропики и зажгла в моей груди огонь, который мне уже не погасить. Где-нибудь еще, Блайт, но только не у меня. Да, я знаю, здесь, в Куралю, меня считают бродягой. На самом деле, я закоренелый идеалист. Я пытаюсь при помощи водки и рома заглушить скучные истины жизни. Но учтите, Эстебан, я был и навсегда останусь джентльменом. Не знаю, почему так получается, сеньор Малани, но вы всегда умеете рассмешить меня. А вот они, они никогда не умели этого, хотя каждый вечер просиживали тут около меня. О, я знаю, вас здесь все называют святая с прекрасно золотистым отливом, так, Алиса? Откуда мне знать? Как будто. Ну, так я вам скажу, что даже святые с прекрасно золотистым отливом предпочитают, чтобы за ними ухаживали, как за обыкновенными женщинами, не только возносили бы им молитвы. Все эти у стенки весьма достойные кабальеры, я не сомневаюсь. Вот они, да. Они выкуривают бездну сигарет, пьют великолепный ром вашей матушке, но их система ухаживания не лучше и в мире, поглядя. Например, в мою программу не входят молчаливые сидения у стенки. Тогда я впервые увидел вас, сеньорита Паса. Всего несколько дней назад? Да, да. И в тот же момент я решил повести атаку на близкой дистанции. Моя задача взять эту прекрасную крепость одним пылким, концентрированным штуком. Я не должна вас слушать, моя мама... Вы должны слушать только меня, только меня, моя сын Тарья. Я знаю, что ваш род один из самых горделюрок нашей страны, и все-таки. Вы должны слушать только меня, и любить тоже только меня. Замолчите. Ни за что на свете. Я буду говорить еще больше, еще величее. Да. Да, у меня всего-навсего маленькая лавочка для продажи сладостей, табака и всяческие мелочи. Да, все, что я могу вам предложить, это сидеть за прилавком этой лавочки. Вам. Прекрасно золотисто-святой. И все-таки я говорю вам, здесь на площади есть маленькая церквушка. Вы пойдете со мной туда, чтобы ко всем своим громким именам прибавить еще одно. Миссис Маллани. Я никогда ни у кого не видела таких изумительных рыжих волос, как у вас, Дики. Они совсем огненные. Сеньор Маллани, как джентльмен. Достаточно. Миссис Маллани. Миссис Маллани. Миссис Маллани, он человек, он понимает. Откуда он взялся? Его все знают, но никто не знает, откуда он. Рыжий, как огонь. Эх, сериоры, я просто восхищаюсь, как профессионал. Миссис Маллани, как джентльмен. Эх, сеньор Дегальда, а что бы вы сказали, если бы посмотрели, как он играет в карты? Сеньор коменданта, шеф полиции, начальник таможни, да и все самые видные чиновники Кораллио ночи напролет проводят в его лавочке за картой. Он умеет жить, этот рыжий Дики, мой приятель. Эх, мадамортиз, сдается мне, что уведет он Доню Пасу из-под носа наших лучших кавалерей. Уведет отлично, мистер Маллани, настоящий мужчина. И я тоже не знаю, кто он. По-испански он говорит так же отлично, как и по-английски. В кармане у него всегда вдосталь серебра. Он желанный гость повсюду. И в городе все знают, что он может выпить белого вина столько, сколько любые три человека. Он, мужчина, уведет. Отлично. Еще стаканчик, сеньор Блай. Еще вы, мадамортиз. Телеграмма для сеньора Гудвина. Разносите сеньора Гудвина. Для сеньора Гудвина получена срочная телеграмма. Кто видел сеньора Гудвина? Телеграмма. И мы получим телеграмму. Ну, отлично. Не надо кричать. Сеньор Гудвина, я думаю, находится на веренде у мистера Этфуда. Там всегда к вечеру собираются все американцы. Неси туда свою телеграмму, мучачо. Телеграмма. Для сеньора Гудвина получена срочная телеграмма. Гудвин, скорее. Кажется, в городе восстание за телеграмму, которая пришла на ваше имя. Вам телеграмма, сеньор Гудвин. Спасибо, сеньор. Не шутите. Такими вещами мы имеем. Надо же считаться народными чувствами. В один прекрасный день вы получите надушенную фиалками розовую записочку, а в стране из-за этого произойдет революция. Прочитайте-ка, Билли. Это сан Матео от Боба. Вы помните тот, кому вы поручили следить за Мерафлорисом? Его пустозвонство юркнул по зайчьей дороге со всей монетой в кисете и пучком кисии, от которого он без ума. Куча стала поменьше на пятерку нолей. Наша банда процветает, но без кругляшек туго. Сгребите их за шиворот. Главный вместе с кисейным товаром держит курс на соль. Вы знаете, что делать, Боб? Франк, представляй, как вы потери над этим наши анчуринские лингвисты из полицейского управления. Можете вы разобрать этот шифр? Ну, в общем, так легко, как и вы. Ясно, как день, что Мерафлорис удрал не один с женщиной и прихватил с собой финансы Анчурии. Я предполагал что-то вроде этого, но не думал, что он решится. Да, Боб прав, без денег худо. Наши партии готовы хоть сегодня взять власть. Вы же знаете, Билли, как обстоят дела. Но мы дали маху, он нас опередил. Если касса пустая, мы останемся у власти не дольше, чем Белоручка на необъезженном устанге. Нужно ловить их. Держит курс на соль. Ну, ясно, к морю. Установим наблюдательные посты. Да, предупредить Рамона. Это я беру на себя. Только, Билли, не болтать никому. Незачем нашим врагам знать, что президент сбежал. Надо хоть их опередить. Я думаю, что в столице это еще неизвестно. Иначе Боб не прислал бы мне секрет на телеграмму. Так, сейчас мы пошлем нашего человека перерезать телеграфный провод, а сам я сообщу Рамону. Что случилось, Билли? Первый раз в жизни я слышу, что вы вздыхаете. И последний. Этим скорбным дуновением ветра я обрекаю себя на жизнь, преисполненную похвальной, хотя и очень нудной честности. Что такое фотография по сравнению с возможностями президента? Нет, не то, чтобы я хотел стать президентом. Вовсе нет, Франк. С таким богатством я бы не совладал. Но как-то, понимаете, совесть мучий, что вот засел тут и коверху эти глупые физиономии, вместо того, чтобы набить карманы и удрать. Да, Франк, а вы-то, вы видели этот пучок кисии, который его превосходительство свернул по швам и увез с собой? Ха-ха-ха, Изабелла Гильберт? Нет, не видел. Но слыхала немного. И мне кажется, что справиться с ней будет не так-то легко. Она пойдет напролом, будет драться и когтями, и зубами. Да, я тоже никогда не видал этой дамы. Говорят, что рядом с ней все красавицы, прославленные в искусстве, кажутся дешевыми клише. Говорят, что стоит ей взглянуть на мужчину, он тут же превращается в мартышку и лезет на самую высокую пальму, чтобы сорвать ей кокосовый орех. Ха-ха-ха, счастья этому президенту, ей-богу. А я, Билли Кьол, по причине своего великого благородства, должен корпеть в этой глупой дыре и ради насущного хлеба бессовестно коверкать физиономии. Вот она справедливость. Не гонюйте, Билли. Кто знает, быть может, прелестный Гильберт почувствует влечение к вам и к вашей цинкографии, после того, как мы отнимем у нее президента и деньги. Ну, это было бы не глупо с ее стороны. Но этому не бывает, Франк. Она очень порочная женщина, а этому президенту просто повезло. Ну, идите, Франк, идите. Темнеет, а надо внимательно следить за морем. Доброй ночи. Да, кстати. Да? Вы не знаете, что это за яхта? Пристала сегодня к королям. Не видел. Не видел, но присмотрюсь. Франк! Франк, я вообще вас хочу спросить. А чего ради вы принимаете такое горячее участие в этой заварухе? А вы? Ну, я. Да, с детства не любил, когда в курятник забирался хорек. Не люблю хорьков. Курятник должен принадлежать курам, но вы, вы... Но если вы совершенно отрицаете во мне наличие подобных же чувств, считайте, что я рассчитываю получить концессию на кофейные плантации. Ну, если колесо повернется удачно. Доброй ночи! Не хотелось бы мне так думать. Не хотелось бы. Простите. Что вам угодно? Американец. К вашим услугам. Смит. Моя фамилия Смит. Приехал сегодня на яхте, вон на той, которая стоит у берега. Собственная. Просто так прокатиться, знаете ли, да. Интересная местность. Я и не знал, что здесь только пейзажи. Куда ни глянешь, всюду пейзаж. Да. Точно-точно, как на картинке в учебнике географии. Да. Очень приятно встретить соотечественника. Очень. Взаимно. Да. А где живет наш консул, не скажете? Прямо по этой дорожке. Ага. И вы попадете на веранду дома консула. Вы застанете мистера этого до дома. Я только что от него. Простите, я спешу. Разумеется. Благодарю вас. Добрый ночи. Собственная яхта. Люди, имеющие собственную яхту, обычно находятся в большей гармонии с ним. Гудли, Гудли, не торопитесь. Ведь в нашей истории сбежали два президента. Президент Анчури и президент страхового общества из Нью-Йорка. Все. Балгала ушла. И увезла с собой письмо дядюшке Петерсону. Пусть посмеются. У них так скучно в нашем городе, что хорошая шутка ценится на вес золота. Сидите, сидите, любезнейший. Здравствуйте. Добрый день. Моя фамилия Смит. Приехал на яхте. Вы как будто бы консул, не так? Да. Мне повстречался такой верзил, очень важный. Показал, как пройти. И я подумал, зайду, окажу распект родному флагу. Ну, присядьте. Благодарю вас. Прошу, по вашему выбору. Вы знаете, у вас прекрасная яхта. Я все время ее любую. С самого утра, как она появилась у нас. И ход, вероятно, быстрый. А каков тоннаж? Черт ее знает. Сколько она весит, для меня безразлично. Но ход у нее, первый сорт, никому не даст пылить себе в нос. Да, это моя первая поездка. Надумал прокатиться, посмотреть на места, откуда к нам привозят перец, резину и прочие пряности. А много ли у вас путешествий? Путешествий? Право, я даже не знаю. Да нет, мало кто останавливается в Коралево. Разве что деловой человек, ищущий, куда поместить капиталы. А туристы, любители красивых видов, обычно проезжают дальше. А вам тот пароход, нагруженный бананами, он только что отошел от берега. Были ли на нем какие-нибудь пассажиры? На Волгаре? Да. Ну, это фруктовое судно, в общем, без правильных рейсов. На нем никогда не бывает пассажиров. Я видел его шлюпку, когда она шла от него. Там никого постороннего не было. Вы знаете, мистер Смит, всякие пассажиры, это в сущности единственное развлечение в нашем городе. Если вы намерены прожить какое-то время в Коралево, я рад буду познакомить вас с целым рядом интересных людей. Не беспокойтесь. Я здесь на самое короткое время. Просто так загляну. Да. Вы не можете мне сказать, как найти здешнего доктора? А доктор... Да, моя яхта, видите ли, не так прочно стоит на ногах, как гостиница в Нью-Йорке. С человеком то и дело случается морская болезнь. Мне говорили о какой-то гостинице. Да, гостинице Мадам Офель. Да, доктор обычно там проводит свои вечерние часы. Недалеко. Он живет в гостинице. Вон там двухэтажное здание, видите? Ну, да. Угу. Пока, джентльмены. Надеюсь, еще увидеть с вами до отъезда. Не прощаюсь. Спешу к доку. Черт его море. Невозможно. Пестренький костюмчик, водовильный галстучек, усы, как у бармена. Все в этом человеке вступило в жестокую вражду с мягкими красками наших тропиков. Галко ли, какую рыбу не выбрасывают на берег волны Карибского моря. Ах! Ах! Нет, я ничего не имею против сыщика от Дэй. Он парень с головой. Но, увы, ведь и он не знает, что президентов-то два. И, как на грех, обоих сопровождают женщины. Они заняли номера. Значит, ничего еще не готово к отплытью. Синьор Гудвин! Синьор Гудвин! Синьор Гудвин! Эстамбан, это вы! Синьор Гудвин, я увидел вас издали и поспешил догнать. Есть важные вести. Вам непременно нужно знать. Я сам ничего не понимаю. Но как истинный борец за свободу и ваш соратник... Говорите ваши новости и потише. Синьор Гудвин, вы понимаете, сегодня я брил борду у самого президента. Он послал за мной. Он ждал меня в хижине у одной старухи в темном месте. Карамба! Я ничего не понимаю. Синьор Гудвин! Президент должен таиться и прятаться. Синьор Гудвин, мне кажется, что он не хотел, чтобы его узнали. Но, черт возьми, можете вы брить человека и не увидеть его лица. Он дал мне золотой и сказал, чтобы я поменьше болтал. Я ничего не понимаю. Синьор Гудвин, вы можете чего-нибудь понять? Вы раньше видели президента Миропольца? Разумеется. Один раз у него борода. Был ли кто-нибудь еще в комнате? Старуха, которой принадлежит хижина. И с ней синьорита. О, такая красавица! Бух мой, какая красавица! Отлично! Отлично, Эстебан! Очень хорошо, что вы поделились со мной вашим парикмахерским опытом. Будущее правительство не забудет вам этой услуги, Эстебан. Стойте здесь, возле гостиницы, и следите, чтобы никто не попытался бежать через окно или дверь. Никто из незнакомых. Вам понятно? Понятно. Рамон где? В Пульперии. Будьте внимательны, Эстебан. Президент сбрил бороду. Надвигаются важные события. Это ясно. Ай, ай! Стойте! Стойте, не смейте! Не смейте! Чего вы? Ой! Чего вы кричите? Блать! Чего вы кричите, Эстебан? А что вы здесь? Не поднимайте шума. Прошу вас. Стойте, стойте, стойте! Что вы здесь делаете? И откуда вы, Блать? Откуда вы? Как это откуда? Он отсюда. Я перелез через забор. Нужно же человеку где-то поспать. Эстебан, меня выгнали. Правильно. То есть... Нет. Меня попросили покинуть Пульперию. Мадам не выносит вида человека, выпившего чуть больше. Хотя торгует спиртными напитками. Но нужно же где-то выспаться, Эстебан. А я знаю, что здесь, в саду под окнами мадам Ортис стоит великолепующая садовая скамейка под самым густым апельсиновым деревом. Там я и... Но простите, я вам не мешаю. Эстебан, может быть, вы ждете даму, а я... Да никого я вас не жду, никого я вас не жду. Идите. Испите скорее. Испите. Мне надоело ваше полдомное. У меня... У меня... У меня... У меня... голова болит. Да. Эстебан. Ну что вам еще? Я сплю. Эстебан. Понимаете? Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Я сам, пожалуйста. Иди, скорей. Я сам. Интересно. Кто же должен бежать? Поздравляем и спасся. Мистер Мавани. Мадам. А он таки убил ее. Отлично. Отлично, конечно. Доброй ночи. Президент сбежал, похитив деньги. Он здесь. Будьте осторожны. Я сам сейчас пойду к нему и заставлю вернуть все. Вы тоже будьте осторожны. Оружие есть? Есть. Отлично. Мы будем поблизости. Доброй ночи. Ну, спасибо вам большое. Спасибо, дорогие. Убираю тебя только так. Спасибо вам большое. Пас, иди отдыхай. Иди отдыхай. Спасибо большое. Синьор Гудвин, не часто удостаивает мой дом в своем присутствии? Да, мне следовало бы приходить к вам почаще. Ваш коньяк несравнение. Благодарю. Сдачи не надо, мадам. Мадам Ортис. Да, да. У вас сегодня, кажется, постояльцей. А почему бы и нет? Двое только что прибыли. Один сеньор не совсем старый. И сеньори, это достаточно хорошенькое. Они поднялись сейчас к себе. Номеро 9 и номеро 10. Я давно жду этого джентльмана и эту лезь. У меня к ним важное дело. Можно повидать их теперь? Ну, почему бы сеньора не подняться по лестнице и не поговорить со своими друзьями? Номеро 9 и номеро 10. Благодарю вас, мадам Ортис. Добрый вечер. Ну, мадам, не будем мешкать, поговорим о делах. Я не называю имен, но я знаю, кто находится в соседней комнате и что у него в саквояже. Сдавайтесь без боя, я продюктуру вам условия. Я говорю от лица народа. Мы требуем возвращения украденных денег. Честное слово, если вы возвратите нам деньги, мы не применим к вам никакого насилия. Отдайте наши деньги, уезжайте с вашим спутником, куда хотите. Мы даже поможем вам уехать отсюда на любом пароходе. От себя же я могу прибавить, что у этого джентльмена из 10 номера удивительно тонкий вкус в отношении женской красоты. Так лучше. Теперь я смогу выслушать вас. Если вы хотите получить от меня еще один урок хороших манер, то назовите мне вашей имя. Должна же я знать человека, который так оскорбляет меня. Меня зовут Франк Гудвин. Я очутился в вашей комнате случайно. Если бы я вошел в соседний номер, деньги давно были бы у меня в руках. Джентльмена из 10 номера пользовался доверием народа, но похитил деньги. Я решил вернуть эти деньги народу. Я не говорю, кто этот джентльмен. Но если обстоятельства заставят меня увидеться с ним, и он окажется высоким должностным лицом, я сочту своим долгом арестовать его. Этот дом под охраной убежать невозможно. Отличные условия, не так ли? Я готов даже отказаться от личной беседы с джентльменом. Принесите только мне деньги. По какому праву вы вошли ко мне? Я служу республике. Мне сообщили по телеграфу о маршруте джентльмена из 10 номера. Я хочу спросить вас. Правдивости у вас кажется больше, чем великатности. А что это за город? Корали, укажется? Ну какой же это город? Так, банановый городишко, соломенные лачуги, 5-6 домов, удобства никаких. Население помесь индейцев с испанцами, караивы, чернокожие. Развлечений также никаких. Впрочем, есть и достоинства. Полное отсутствие шарманок и широкое гостеприимство для преступников. Бежавшие сюда преступники не выдаются властям той страны, откуда они сбежали. А он говорил мне, что тут, на этом берегу, большие красивые борода. Хорошее общество, особенно американские колонии. Да, здесь есть американская колония. Иные ничего, иные убежали от правосудия. Я тоже принадлежу к этой колонии, но до сих пор еще не прославил себя никаким заметным преступлением. Не теряйте надежды. Ваше сегодняшнее поведение служит залогом того, что вы себя тоже скоро прославите. Произошла какая-то ошибка. Но его вы не должны тревожить. Он буквально свалился с ног и заснул, кажется, не раздеваясь. Вы говорите об украденных деньгах. Я не понимаю вас. Я сейчас принесу саквояж, о котором вы так страстно мечтаете. Вы насильно ворвались в мою комнату. Вели себя, как грубиян. Предъявили мне позорнейшие обвинения. Все же это все очень странно. Я уверена, что произошла ошибка. Если не произошла здесь ошибка, то виноваты в этом вы. Я не обвиняю человека, который простился с родиной и честью и скоро должен проститься с украденными деньгами. Во всем виноваты вы. Именно такие женщины, как вы, наполняют наше побережье несчастными, которые принуждены скрываться. Именно такие. Прекратите ваши оскорбления. Если я смогу избавиться от вас, принадя вам саквояж, то я это сделаю немедленно. Что это значит? Воровство? Да, воровство. Но я пришел, чтобы взять эти деньги и вернуть их настоящим владельцам. Не надо, я буду быстрее, вам будет худо. Скажи мне, скажи мне только правду. Кому принадлежат эти деньги? Она знает все? Разве она не знала? Я вас спрашиваю. Теперь она знает все? Вы забавный человек. Да, разумеется, она знает, что вы украли. Остановите его, быстро! Отчет. Опоздали. Мама! Опоздали. Аликино! Аликино! Это же просто удивительно, что это за люди не дают джентльмену элементарно выступать. Я не знаю, что, но джентльмен всегда остается в джентльмене. Так, что такое? Стреляют, потом бросаются чемоданами, как будто наружу, пытаясь попасть в голову джентльмена, собравшись чуть-чуть выспаться. Наконец-то просто дурной Тома. Итак, когда вы вошли в комнату и он вас увидел? Он выхватил револьвер и выстрелил в себя. А вы успели узнать президента Мерафлореса? О да, это был несомненно он. Вы тоже подтверждаете, что человек, покончивший с собой, президент Республики Мерафлореса? О да, сеньор комендант, я знал президента в лицо. Кроме того, я брил его сегодня. Правда, он выстрелил себе в висок. Лицо все изроблено. Но это он, он. Но кому же быть еще как ему? И с ним, сеньорита, она в таком горе. Я не видел ее лица. Но сеньорита была с президентом в хижине. Ясно, ясно. Я говорю, ясно. Я говорю, что она была с президентом в хи... Сеньоры, мне все ясно. Дело в том, что я получил депешу, что час назад президент Республики бежал в неизвестном направлении. Бежал вместе с певицей Изабеллой Гильбер. Понятно. Да, да. Я как раз вышел для того, чтобы прочесать, понимаете, город. Как вдруг услышал выстрел, вы понимаете, сеньор гумент? Последний вопрос. Когда вы вошли в комнату, вы не заметили саквояжа? Саквояжа? Президент похитил финансы Анчурии. Нет, я не видел никакого саквояжа, сеньор комендант. Я даже не мог подозревать. Ясно, ясно. Президент, увидев вас, понял, что ему не скрыться, не уйти от возмездия. Понятно. Сеньор Лосада шутить не любит. И когда он станет главой республики... Я свободен, сеньор комендант? Да, разумеется, да. Я попрошу свидетелей подписаться. Я тут. Тех, кто умеет писать, конечно. Здесь. Здесь. Все в порядке, Роман. Не подвинь рукам. Завтра, как всегда, на обычном месте. Здесь. Все свободны. Ох. Ах. Ах. Сеньор Капитан. Она была с Президентом. Ай, Вадамур. Да, да. Да, да. Я вас очень прошу. Позаботьтесь о сеньорите. У нее большое горе. Она чужая в нашем городе. Сеньор Гудвин может не волноваться. Для сеньориты будет сделано все, что нужно. Я женщина, сеньор. Я понимаю. Благодарю вас. О похоронах я позабочу сам. Я завтра с утра зайду к вам и все устрою. Хорошо. И еще. Ни под каким видом не пускайте никого к сеньорите. Вы знаете, у нас есть грубые люди. Я повторяю, сеньор. Я женщина. Я понимаю. Благодарю вас. Самое интересное во всем этом, что мне не хочется выпить только тогда, когда я сплю. А они не дали меня заснуть. Следовательно, по логике вещей, тот, кто меня разбудил, и должен был меня напоить. Но эти люди не знакомы с логикой. Вот в чем беда. Так, 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 так. Так, 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 сеньор. Сеньор Гудвин. Но я джентльмен. Я все понимаю. Но я джентльмен. Я же не сказал парикмахеру Дель Гадо, что слышал весь разговор его с ним, когда сидел на заборе. Потому что джентльмен всегда остается джентльменом. Так, значит, президент Мерафлорец все-таки попался. Что ж, не повезло. Вы арестованный мистер Оркфельд. Надеюсь, что, щадя свою даму, вы не станете сопротивляться и шуметь. Вы не знаете, зачем вам мне нужно. Кто вы есть такой? Сыщик Колумбийского агентства. Мой совет. Возвращайтесь-ка в Нью-Йорк и примите то лекарство, которое вы заслужили. Верните людям краденое. Даю вам пять минут. Войдите. Пожалуйста, не стойте на пороге. Вы же взбудоражите всю улицу. Пожалуйста. Так, прошло три минуты... Нет, простите, я хочу сказать вам. Объясните, пожалуйста, чего вы хотите от нас. Прошло три минуты, осталось две. Вы признаете, что вы президент республики? Да. Джанет Серчилль Ортфельда, бывшего президента страхового общества республика, а также деньги, принадлежащие этому обществу, находящиеся в незаконном владении вышеназванного Джона Чарджилла Ортфельда, необходимо доставить в Нью-Йорк. Прошла еще одна минута. О, Нью-Йорк! 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 Кэлло, мой парень, ты мне подарил, ты, словно в повсarium с произведом. Кэлло, мой лучший, меня послушай, Ах, эти коварные тропические ночи! На этот раз даже чутье сыщика изменило вам отдых. Впрочем, кто вы можете стоять перед очарованием Изабеллы Гильберт, покорившей самого президента Милла Флореса? Так вы хотите увезти нас в Нью-Йорк? Да? Не вас. А мистера Ортфельда, вас, мисс, никто ни в чем не обвиняет. Но, конечно, никто не мешает вам сопровождать вашего отца. Боже мой. Истекает последняя минута. Отец! Отец, неужели это правда? Отец, боже мой. Я прошу тебя, ну неужели, неужели ты мог похитить эти деньги? Отец, отец, боже мой. Господин сыщик, я согласен ехать с вами. Я и сам теперь кончаю понимать, что жизнь на этот гадкий, одинокий остров хуже, чем смерть. Я вернусь с вами. Я вернусь с вами и отдам себя в руки общества республик. Я надеюсь, оно меня простит. Вы привезли с собой грабль. Грабли? А зачем мне грабли? Корабль, корабль. Не смейтесь, отец немец по рождению, он плохо говорит по-английски. Скажите, а как вы прибыли сюда? У меня частная яхта, мисс. Яхта? О, яхта. Мистер О'Дей, я прошу вас, я прошу вас, увезите нас отсюда, пожалуйста. Ну, я прошу вас. Ну, я попробую. Ну, я прошу вас. Ну, скажите, скажите, что вы согласны. Я прошу вас. Ну, перестаньте, мисс. Я хотел попрошать вас не идти нас, нет, не то, не то, не ходить нас через поперек, из города. А, да, да, да. Я не желаю, чтобы здешний народ видел нас. Нет, нет. Боитесь попасть в газеты? Не беспокойтесь, мистер. Я провожу вас за дворками, мы не встретим даже попугая. Да, да. Я вернусь. Я отдам себя в руки общества, республик. Я надеюсь, оно меня простит. Окей, мистер Ордфельд, вы поступаете умно. Да, да, да. Саквояж останется у меня. Берегите его, мистер Одей. Надо вернуть его тем, кому он принадлежит, когда мы приедем. Та-та. И будьте осторожнее. Нас предупреждают, что здесь бунты и заговор зреют, как фрукты. И здешний народ вооружен, как будто... Ну, а эти дети, какая чепуха. А я сомневаюсь, есть ли у них вообще какое-нибудь правительство. Да, 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 мистер Ордфельд. Идемте. Да. Благодарю вас, капитан. Ну, джентльмены, наша ставка взята. У власти Лосада новый президент республики Анчурия. А Мерафлорес? Подобного поступка я от него не ожидал. Он оказался мужчиной. Выстрел, висок. А что ему оставалось делать? Без денег. Но куда же исчезли деньги? Деньги. Деньги. Где деньги, я вас спрашиваю. Синьор президент. Полковник Фалькон. Вы сейчас же поедете в Куралево и разыщите деньги, похищенные Мерафлоресом. Деньги. Нам нужны деньги, деньги. Ну, какой я к чёрту, президент, если у меня нет денег? Так вот и поезжайте в Куралево. Если даже вам придётся спуститься в преисподнюю, чтобы разыскать их, куда я уверен спрятался этот мошенник Мерафлорес. Поезжайте. Ну да. Нелегко быть личным секретарём у тропического президента. Да ещё захватившего власть силой против желания народа. Преисподнюю. Я готов был бы и туда, если бы надеялся найти там Мерафлореса и узнать, куда он девал эти проклятые деньги. Пойдёмте, дорогая, уже поздно. Здесь сыро, вы просто уйдетесь. Вы ищет Абслава. Запомни, ты будешь следить за этой могилой. Чистить её, посыпать песком, мыть каменную плиту. Понял? Понял, сеньор. Я буду следить за могилой президента Мерафлореса, укравшего... Перестань болтать. Это не твоё дело. Хочешь получать жалование, исполняй то, что я тебе... Хочу получать жалование. Ступай. Идёмте, дорогая. Вам нужно отдохнуть. Я так его любила. Даже после всего этого. Вы были так добрые ко мне. К нам. Но всё запуталось. Всё стало неразрешимой загадкой. А если кто-нибудь дознается, что эти деньги мы взяли себе, то вас, наверное, попросят, чтобы вы возместили сумму. Без сомнения. Ну, пусть загадка останется загадкой до тех пор, пока отгадка не придёт сама собой. Конечно, конечно, это был он, президент. Ну, подумайте сами, можно ли брить человека, не видеть его лица. Мы знаем, что покойный президент имел при себе кожаный саквояж, содержащий большую сумму денег. Видели ли вы этот саквояж? По правде сказать, нет. Свет в хижине был очень тусклый, маленький лампочка. Сеньору я видел, но саквояжа, по-честному, нет. Нет, 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 нет. Какая-то дьяволищина. Никто не видел этого проклятого саквояжа. Даже мадам Орки. Да, я так и сказала этому любезному полковнику. Никаких денег я не видела. А также не видела той вещи, которую он называл саквояж. Он был очень огорчён, этот любезный полковник. Я его понимаю, мадам. А как поживает мисс Пасса? Счастливым ли оказался её брак с этим... Как его... Мистер Малами. Да. Так зовут мужа моей дочери. Счастливый ли брак? Кто может знать. Пасса улыбается, когда сидит за прилавком в его маленькой ловчонке. Значит, она счастлива. Это он мужчина. Этот рыжий дикий. Гудвин, послушайте, Гудвин, мне нужно сказать вам по секрету несколько слов. Присядь. Вы, конечно, знаете, Гудвин, что здесь болтается приезжий субъект, который разыскивает пропавшие деньги старикам Мерафлореса. Знаю. Будете пить? Да. Как можно побыстрее у меня во рту засуха. Мадам Ортис, стаканчик коньяка. Прошу побыстрее. Зачем я вам нужен? Черт возьми. Гудвин, почему вы омрачаете делами такие золотые мгновения? Еще один. Мне не нравится ваше слово «один». Это неделикатно. Хотя конкретная идея, заключенная в слове «еще», неплоха. Мадам Ортис, два коньяка. Да. Мне пора. Такое у вас ко мне дело. Послушайте, Гудвин, старый лосадо здорово припечет того вора, который свыснил этот саквояж. Как по-вашему? Несомненно. Ну, а теперь я пойду домой. Меня ждет моя невеста. Доброй ночи. Вы так и не сказали мне своего дела? Нет, не сказал. Когда вы будете проходить мимо стойки, пошлите мне еще один стаканчик и заплатите за все. Я думал, что удастся. Но нет, не могу. Джентльмен не может шантажировать человека, с которым пьет за одним столом. Невеста. Невеста. Пришел, полковник Палькон, дорогая Вряд ли тебе захочется его видеть Я прописал тебе спасительную мигрень Он пришел говорить об украденных деньгах? Меня он боится призывать к суду Поэтому превратился из судьи в визитера Не так совестно, Франк У тебя столько хлопот из-за этих денег А ты думаешь, он ничего не подозревает? Я бы ему не советовал Никто кроме меня не видел саквояжа Так что беспокоиться нечего, дорогая Этот полковник отлично пообедает И на закуску получит порцию американского блефа Прекрасное вино у вас, сеньор Гудвин Полковник, я первым коснусь темы, которую вы, вероятно, не решаете затронуть Думаю, что вы желали бы узнать от меня все, что мне известно по поводу пропавших денег Так вот, пожалуйста, запомните все, что я вам сейчас скажу Я не видел никакого саквояжа, сундука, чемодана В котором хранились бы деньги, составляющие собственность республики Анчури Я не видел никаких следов этих денег Ни в гостинице, ни в каком другом месте, ни в то время, ни в какое другое Мне кажется, этим показанием исчерпываются все вопросы Благодарю вас, сеньор Гудвин За ваш ясный прямой ответ Президенту достаточно вашего слова Ну, сеньор Гудвин Полковник Сеньор Гудвин, но мне приказано выследить всякую нить Есть обстоятельства Знаете, наши друзья-французы говорят обычно Во всем ищи женщину Ах да, полковник, простите Действительно, когда я вошел в отель, чтобы задержать президента, я встретил там даму Но я позволю себе напомнить вам, что через несколько дней Эта дама станет моей женой То, что я сказал, я сказал и отъявится Едва ли я хотел бы прибавить полковника Что мне не хотелось бы, чтобы ее подвергали допросу и вообще беспокоили Разумеется А теперь, сеньор Гудвин Покажите мне тот свит с вашей галереи, о котором вы их сегодня говорили Я большой любитель морских видов С удовольствием Полковник Добрый вечер Добрый вечер, проходите Добрый вечер, миссис Пастер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Я просила вас, сеньор коменданте, не приходить больше сюда То выше моих сил, Донья Пасса О, ваши прекрасные глаза Я скажу мужу, сеньор коменданте Фа, ваш муж, он ни о чем не думает, кроме выпивки и карт Он не достоин Уходите, уходите прочь Ого, это вы мне? Мы еще с вами поговорим, Донья Пасса Целую ручки Найден сента у леденцов, миссис Пасса Миссис Пасса похудела И цвет лица не такой уж свежий Еще бы, разве это жизнь? Мы все вас так жалеем, миссис Пасса Разве так вы привыкли жить? Мадам Ортис Разве такую жизнь готовила вам судьба? При вашем воспитании, при вашей красоте Ваши леденцы, пожалуйста С таким мужем Не зарабатывать, не работать не умеет Не умеет Целый день приятели, карты, выпивка С кем попало, лишь бы весело провести время Разве мы слепые? Разве у нас нет ушей, чтобы слышать? Весь город знает, как ваш муж, миссис Пасса Пасса, пьянствует И разгильдяйничает со своими беспутными приятелями И весь город вас жалеет Ну а как же можно не жалеть? Вы коровы Что вы знаете о настоящем мужчине? Все ваши мужья канатные плясуны Они горятся лишь на то, чтобы свертывать себе в тени папироски Покуда солнце не припечет их и не выгонит вон Они валяются, как трутни у вас в гамаках А вы причесываете их и кормите свежими фруктами и леденцами Мой муж не такой Покуда же они делись эти деньги? А все-таки куда же они делись эти деньги? Ведь так нужны? Немного, но на первое время хватит Терпение, друзья, терпение Еще немного и мы победим Да, Рамон, но деньги, деньги У нас ведь ничего нет Деньги Деньги нужны по лелосаде, чтобы занять власть Он подкупал, он платил И временно победил А нам с вами не нужно подкупать людей За нами силы более верные и честные За нами весь народ Народ, который хочет свободы Который готов бороться за него Но за оружие надо платить, Рамон Я знаю Положитесь на меня, друзья Все будет в порядке Ну а пока собирают силы Готовятся Но лосад объявил военные положения А, ерунда А лосада занят только собой Он сдает пиры, обставляет роскошно свой дворец Покупает лошадей, картины Он просто потерял голову от сознания, что он властитель Как раз теперь-то он нам не страшен А кроме того У меня есть сведения, что он ведет тайные переговоры Относительно концессии Да, я боюсь, друзья Что этот великолепный диктатор Начнет понемногу распродавать свою родину Слишком уж он любит деньги и славу Ну не упрямся, Кэрри Работы на неделю и пять тысяч долларов чистоганом Гениальный план Суперплан Ну почему ты так уверен? Я разработал этот план как дважды два Осичка исключена Ты понимаешь, все построено на мании величия этого нового президента Говорят, он велит на каждой улице ставить себе памятник Платит неслыханные деньги за какие-то там иностранные ордена И на приемах вешает их все на свой шитый золотом мундир Мы с тобой едем в столицу, где нас никто не знает под видом туристов Ты разыграешь из себя такого знаменитого американского художника Который будто бы разъезжает по тропикам для отдохновения от напряженной и очень высокооплачиваемой работы Я сопровождаю тебя как друг Между прочим, эмблемой моего положения будет служить фотоаппарат О! Это, между прочим, действует на людей гораздо больше, чем бриллиантовая булавка в галстуке или титул Ну это так, к слову И вот мы с тобой шатаемся на виду у всех по берегу и пускаем пыль в глаза Можно с уверенностью сказать, что Лосада не выдержит этого шика, не выдержит Он непременно захочет, чтобы американская знаменитость увековечила на полотне его бессмертные черты И мы с тобой окажемся под ливнем червонцев Керри Уверяю тебя, Керри, клянусь тебе Ну! Я с Мессендом, Билли Да, я работаю с тобой в этом смешном фото-3 Но у меня есть мечта, Билл О! Я мечтаю сделать что-нибудь настоящее, ведь я все время учусь, Билл Я мечтаю о настоящем искусстве Я хочу скопить денег и уехать на два года в Италию А то, что ты мне предлагаешь, это не искусство Керри, старик, ты поедешь в Италию? Ты поедешь через две недели? Ну что тебе стоит намалевать этого какаду, этого надутого индюка, президента? Пять тысяч, Керри, неделя работы, только одна неделя Ну, ну что, ты можешь заработать эти деньги, вот работая здесь, в фото-3 Я фотографирую по одной физиономии в день Керри, не упускай счастья, Керри Между прочим, нам нельзя терять времени В городе пахнет революцией, плохие слухи Этот президент настроил против себя населения новыми налогами и притеснениями Керри, послушай меня, я знаю больше, чем говорю Знаю, спешить надо Или сейчас, или... Все! Хорошо Я рискну Пять тысяч долларов Эти деньги дадут возможность мне уехать на два года в Париж И на год в Италию Ну! Я сделаю то, о чем мечтаю, Билл Сделаю! Разумеется, старик, ну! Давай, собирайся! Быстро! Ха-ха-ха! Деньги, сеньор, деньги, еще раз деньги Намекните подданной моей республике Что посильные пожертвования с их стороны Будут расценены мною, как проявление патриотизма Короче, сеньоры Правительству нужны средства А ваше дело добыть их Разрешите, сеньор, министр, угостить вас недурным шампанским Которые прислала у нее любезная фирма Везувий Благодарю! Ваше посильство Да? Начальник таможни Прошу Ваше прислательство Слушаю Разрешите внеочередное донесение береговой полиции Вчера мои таможники захватили в Коралео шлюпку «Ночная звезда» с контрабандой Первое судно, ваше превосходительство, захваченное за 10 лет Первое превосходно Вот вам и морской флот, сеньоры У Анчури никогда не было флота, дом Плазида Да не нужен флот Судно может пригодиться, ваше прислательство Найдем надежных матросов Это будет береговая охрана против контрабандистов Я позволю себе даже указать лицо, которому могло бы быть доверено управление судном Это уроженец Коралео Не кто? Филиппе Кареро О, дурацёк Да, да кто ж его узнает Он послан на землю с половиной ума Так Филиппе Знаю, знаю Он выглядит слабоумным на суше, сеньоры Но я не знаю моряка, который управлял бы парусной лодкой или судном наполовину так же искусно, как Филиппе Кареро Это талант Ну вот, нашёлся адмирал, сеньоры Мы говорим серьёзно, дом Плазида Шутки неуместны на таких заседаниях, позвольте вам заметить Шутки? Нет Я говорю абсолютно серьёзно Ваше превосходительство, вы просто меня не поняли Как военный министр, я должен вам заметить, что в Конституции нашей Республики есть статья, предусматривающая создание военного морского флота Да Флота у нас никогда не было Но что это значит, сеньоры? Это значит, что прежние правительства недостаточно серьёзно относились к делам своей страны Как военный министр, я вношу в наш высший совет предложение создать военный флот Браво Кроме великой пользы для Республики, создание флота вплетёт ваше превосходительство новые лавры в ваш венок Покроет вас славой, как государственного деятеля И ещё более возвысит ваше имя Вплетёт и покроет Да, да, да Ну что же, пожалуй Так вы там устроите всё, распорядитесь И насчёт этого адмирала тоже Да От моего имени Слушаюсь, ваше присоединяйство Идите Благодарю вас, сеньоры Дом Пласиде Два слова Да Мне стало известно, что в нашем городе Да Гостит Американский художник, портретист Говорят, знаменитый Ну, в Нью-Йорке писал портреты всех миллионеров Кинозвёзд Мне бы хотелось... Завтра же он будет у вас Десять тысяч Сколько скажете, мистер У меня есть уже готовый эскиз Я сам его сделал Но я хочу, чтобы вы поняли мою мысль Картина должна быть примерно такой В центре я Президент Лошада В виде Юпитера Под ногами у меня Олимп Справа от меня стоит в полной парадной форме Георг Вашингтон, положив мне руку на плечо Ангел С распростёртыми крыльями парит в высоте И возлагает на моё чело Лавровый венок На заднем плане ангела Солдат Пушки Вам Понятна моя мысль? Билли У того негодяя, который намалевал бы такую картину не человечья А собачья душа Единственный для него достойный удел Погрузиться в забвение Даже без жестянки на хвосте, напоминающие ему о существовании Ну, старик, поговорим как художник с художником Весь этот план мой Ты не оставишь меня, Керри Теперь, когда игра началась Десять тысяч! Вот это страшно и мучает меня, Билли Меня самого подмывает втоптать в грязь свои идеалы и опоскурить душу малеванием этой картины Но три года учения в Европе, Билли Ради этого можно продать душу дьяволу Не, ну зачем же дьяволу? Чисто деловое предложение Столько-то красок и времени, столько-то денег И я не согласен с тобой, Керри, что в этой картине и так уж совсем нет места искусству Георг Вашингтон был вполне порядочный человек И что можно сказать против ангелов? Дать Юпитеру Эпполеты? Билли, ты не понимаешь меня Ведь я мечтал о том, что люди Встанут перед моей картиной И забудут, что она написана красками Картина проникнет им в душу Как музыка И засядет там, как мягкая пуля, Билли Люди отойдут от картины и спросят А что еще нарисовал этот художник? И окажется, что ничего Никаких журнальных обложек Никаких женских головок Ничего, Билли Вот ради чего я питаюсь одной колбасой Я не хочу извинять себя, Билли Но это... Понимаю Ужасно Но позволь представить тебе один небольшой эскиз Такой маленький набросок пером Мы уже затратили на это дело весь наш наличный капитал 300 долларов Все, что скопили вдвоем Ну Хорошо Я сделаю Не ручаюсь Ну, сделаю Вот, молодчина Слушай Заканчивай картину поскорее Президент, говорят, швыряется концессиями В городе появился какой-то англичанин Ходит под видом туриста, но народ волнуется Выбьем гонорар, прежде чем наступит революция А сегодня я даже слышал что-то насчет морского флота Вот какое дело мучачес Оказывается, наше правительство бедное У него нет денег для нас Ну что ж, будем пока зарабатывать сами Этим мы послужим Родине Но скоро Очень скоро оно Обратится к нам за помощью Я адмирал И мне пришлют телеграмму И тогда мы будем Защищать Родину А сейчас поплывем Ловить рыбу Мне нравится Вот вам чек На десять тысяч долларов Ты уничтожил Десять тысяч долларов У меня есть небольшой капитал Вложенный в дело моего брата на Западе И эти деньги дают нам возможность изучать искусство и жить Я возьму эти деньги и верну тебе все, что ты потратил, Билли Слышишь? Это обо мне Изменник это я Я изменил искусство, Билли Слышишь? Долой изменника Долой дурака Долой идиота Вот что надо было кричать Нет, в следующий раз Когда у меня будет какой-нибудь коммерческий план Я поведу своего компаньона к нотариусу И заставлю его пристегнуть Что он никогда не слышал слова Идеал Немедленно напечатайте правительственные сообщения о том, что я никаких переговоров с Англией не вел И не намерен вестить Вышлите войска Наведите в городе порядок Как быть с сэром Стаффордом, сиер? Пошлем к нему корреспондентов от всех газет Только и всего Да, ответит Я заявляю, господа, и прошу мое заявление опубликовать во всех газет Мое пребывание в этих местах абсолютно лишено международного значения Я просто путешественник, турист Я и в глаза не видел вашего президента И тем более ни разу не разговаривал с ним Кстати, не собираюсь Не входи Я проявляю Я уложил наши вещи, Билл Мы можем ехать Знаешь, мне самому страшно неприятно, что все так получилось Но я не мог, поверь Я верну тебе деньги А кричать перестали Знаешь, этот Лос-Ада не так уж глуп Успокоить такие волнения в народе Вот он опять полновластный диктатор И все обвинения оказались выдумкой Знаешь, что это такое? Снимок синьориты, сидящей на стуле Это не снимок А выстрел Жестянка с динамитом Золотой рудник Чек от президента на двадцать тысяч долларов Искусство О, ты, мазилка С вонючими тюбиками И окончательно перешив тебя фотоаппаратом Смотри-ка В городе будет волн, если ты пока уже Как ты раздобыл его, Билл? А ты знаешь эту высокую стену Вокруг президентского сада Я пробрался к ней снять весь город С высоты Вижу, из стены выпал камушек Я заглянул И вдруг Тут я почувствовал, что пришла моя очередь Создать нечто великое в искусстве Я приставил аппарат к отверстию в стене И нажал кнопку Слушай А что ты собираешься делать с этим? Я? Да Я привяжу к нему голубую ленточку И повешу у себя над камином Ты меня изумляешь Сколько? Двадцать тысяч Дай пощупать, Билли Я еще никогда не видел Тысячедолларовой бумажки Керри Тебе дорого твое искусство Не правда ли? Ради него я готов пожертвовать всем Вчера я думал, что ты идиот Сегодня я изменил свое мнение Я никогда не отрекался от журничества Керри Но я всегда искал равным по силам противника Схватить человека за горло и винтить в него винт Темная это работка и она носит гнусное имя Она называется Ну, ты понимаешь Я почувствовал Ну, да ладно Я порвал фотографию Положил клочки на пачку денег И отодвинул все назад к президенту Простите, мистер Лосада, сказал я Да, но мне кажется, что я ошибся в цене Получайте свою фотографию бесплатно Ну, Керри Бей-ка карандаш Не может быть, чтобы у нас Не осталось на жареную колбасу В короле Это же обман, полковник Сеньоры Убедительно прошу вас понять, президент Сейчас для республики трудные времена Трудные времена Но ваш президент не отказывает лично себе Его расходы непомерны Простите, я не уполномочен Мало того, что вы Нарушили ваше обещание Сбавить пошлину Вы еще набавляете целый реал На пучок бананов Это возмутительно, полковник Мы можем отказаться платить Я надеюсь, что ваша уважаемая компания Этого не сделает Столько лет связывает нас Временное затруднение Вы должны войти в положение сеньоры Кроме того Президент уполномочил меня Передать вам Что наше правительство Намерено начать Постройку железной дороги Благодаря этой железной дороге Сеньоры Компания Везувий Окажется в больших барышах Да, да И если Вы понимаете Я передаю слова моего президента Если бы компания Везувий Дала нам суду на постройку дороги Скажем Пятьдесят тысяч песо Увы Ваш президент заблуждается, полковник Никаких барышей от этой дороги Везувий иметь не будешь И я как представитель компании Считаю невозможным Выдать такую суду Не так ли, джентльмены? Но лично я На свою ответственность Куда я весь внимание, сеньор? Могу предложить Двадцать пять Двадцать пять Тысяч песо Нет Просто Двадцать пять песо Серебро Своим предложением Оскорбляете мое правительство? В таком случае Мы переменим его Желаю вам всего наилучшего, полковник Капитан Вот передадите Эту записку Я очень рад Господин Винчанти Вот у них-то Руки чистые Я рад за вас Наш милый капитан Думает, что мной руководят Какие-то высокие мотивы А дело-то всего в лишнем реале На пучок бананов Вы сами видели, Билли? Да Жали руки, как друзья Но фотографии нет Неважно Я сейчас же иду к Рамону Спасибо, Билли Это нам пригодится До свидания До свидания Джонни Я рад, что вы вернулись, Билли Я смертельно скучал без вас Я сейчас вас развеселю Только что был на пристани Да Пришел большой пароход На нем приехал тот ваш человек С сапогами Привез с собой столько башмаков Что хватило на весь континент Вот будет потех, когда он придет побеседовать с вами Неужели? Вы понимаете, не стоило прокарпить строки Где ведь мне там дождаться такого зрения Нашел бы такой идиот Товару на четыре тысячи долларов Сделал нас очки Да И разглядывает басы и ноги куриента И посмотрели бы, какую дочку Привез с собой этот околпаченный ваш гражданин Красота Ну прекрати Я не терпеть не могу Когда взрослый человек Гогочит Как гиена Ну прекратите Это ослиное ржание Рассказывает Зовут его Гэмстеттер. Да встаньте вы, идиот! Это же... Это Розина! Её отец Бигли. Весь мир сошёл с ума, Бигли. Ваша Розина, Джонни, я не думал. О, простите, Джонни. Ну, надо же немедленно найти им квартиру. Вы что, идите встречайте их, а я сбегаю к Гудвину, и миссис Гудвин приедет их у себя. Лучший дом в королю! Я знал, Билли, что вы меня не оставите. Я понимаю, что наступил конец света. Но попробуем отсрочить катастрофу на день или на два. Очень, очень рад вас видеть, милый Джон. Спасибо, что вы так быстро ответили на моё письмо. Вы знаете, я продал всё, что имел, и купил башмаки. Отличнейшие башмаки, первый сорт. Ещё раз большое спасибо вам, Джон, за совет. Вы знаете, я давно искал прибыльное дело, и надеюсь, мои дела пойдут превосходно, судя по тому, что я здесь и видел. Ну, нет никакого сомнения, мистер Гэнстеттерн. Я, например, всем рекомендовал бы следовать советам нашего уважаемого консула. Разумеется, разумеется, Джон. Мистер Гэнстеттерн, вы и ваша прелестная дочь, наверное, устали с дороги. Разрешите предложить вам свое гостеприимство? Благодарю вас. Мы пришли сюда за тем, чтобы проводить вас к себе, в наш дом. Это недалеко, идёмте же. Спасибо, спасибо. Друзья, доброй ночи. Доброй ночи, мистер Гэнстеттерн. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Да. Только сейчас я понял, что мне совершенно необходимы лакированные башмаки. Как я мог обойтись без них до сих пор? Веселее, Джонни. Не падайте духом, Джонни. Пусть они откроют магазин, да? На первое время мы устроим бул, ну а там что-нибудь придумаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Отправьте их домой. Я всё время безбожно обманывал вас, Витя. Ну, это ничего. Я сто раз повторял, что забыл эту девушку. Триста семьдесят пять. Я лгал. Я не забыл её ни на секунду. Я всё убежал чего-то знать куда только потому, что она мимоходом сказала мне... Нет. А сегодня я обмолвился с ней двумя-двумя фразами. Вы помните этого фермера? Динка Пофона. Пинка Доусона. Он для неё ноль. А я? Я погиб. Я сыграл жестокую шутку с её старым отцом. Башмаки. Он не продаст здесь и двадцати пары. Эти крейбы, они станут на голову, если на них напялить башмаки, они станут визжать. Билли, я погиб. Я безумно люблю. Асин. Я безумно люблю. И теперь я теряю её навеки только потому, что вздумал шутить, когда термометр показывал с турбоградусом. Джонни. Джонни, мы все ваши друзья. Я знаю. Спасибо. Я знаю. Если в этом деле есть какая-нибудь зацепка, я найду её. Если нет, то на совести роскошных тропиков прибавится ещё одна жертва. Джонни. Тут надо думать. Тут нужны масштабы. Десяток покупателей, товар на четыре тысячи долларов. Думай, Джонни. Думай. Так. Алабама. Пинку Доусону. Сто долларов посланы вам почтой. Немедленно вышлите мне пятьсот фунтов крепких колючих репейников. Здесь на них большой спрос. Возможны дальнейшие заказы. Торопитесь. Джонни Эдвуд. Так. Торопитесь. Сто heights. Лиатвуд. Сто маленьких, сломанных… Торопитесь над этим. Торопитесь разговаривайся… Нет, десять. – Белый, белья, болезни. Хороший, хороховель. Торопитесь разговаривайся. Их я вам отчитываю. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господи, двенадцатая пара. Я, конечно, доволен. Пока за те два дня, что открыт магазин, было много покупателей. Но где же туземцы? О, они такие застенчивые. Ну ничего, они попривыкнут вот увидеть, они раскупят весь магазин. Господи, туземцы, три тысячи пар босых ног. Ну что, придумали какой-нибудь фокус? Нет, если вы сумеете взять у меня шляпу и вынуть оттуда несколько сот покупателей, сейчас самое время. Мы все накупили себе столько обуви, как будто мы сороконожки. Туземцы. У них же наклонности чисто художественные. Вы знаете, за одно сегодняшнее утро мы с Уайтом сфотографировали восемнадцать человек. А Башмаков продана одна пара. Я купил блайт. Сегодня к вечеру. К вечеру сегодня придет пароход Билли. Ну что, вы намерены создать спрос? Много вы понимаете в политической экономии. Спроса создать нельзя, но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим мы и займемся сегодня с вами ночью, Билли. Ой, прелесть, а? Жалит, как хорошие змеи. Успеем за ночь обработать город. Во всяком случае, самые населенные районы. Успеем за ночь обработать город. Успеем за ночь обработать город. КОНЕЦ КОНЕЦ Друзья мои, от этих клопов сатаны одно средство, башмаки, я пошел в магазин. Теперь вы знаете все, Розина. Вы очень нехороший человек, мистер Эдбуд. Мы с папой сейчас же уедем домой. Вы говорите, что это была шутка. По-моему, это очень серьезное дело. Никогда, слышите, никогда не смейте подходить ко мне. Розина. Вот, вот это спрос. Завтра же выпишу еще ящиков десять, не меньше, чтобы вдруг не остаться без товара. Вы знаете, я бы не советовал, не нужно торопиться. Посмотрим, как пойдет дело дальше. О, Розина. И все-таки, дорогой мой, розовые обои гораздо больше подойдут к нашему дому. Ну, пусть будут розовые. А сейчас ты должен пойти и все сказать папе. Слышишь? Вы же самый большой негодяй, молодой человек. Таково мое мнение. Хорошо, что я как опытный делец поставил все на солидную ногу. Иначе быть бы мне банкротом. Итак, послезавтра Лосада выезжает в Коралию. Мы готовы, Рамон. Да, но не помешало бы Валгалла. Она ведь тоже в тот день будет подробнее. Эти американцы. От них можно ожидать любой пакости. Все будет в порядке, друзья. Вы не девожьтесь. У меня с американцами свои счеты. Я не боюсь их. Да, пожалуй, сейчас ему не выгодно ссориться со мной. Итак, значит, послезавтра решительный день, который мы так долго ждали и готовили. Будем верить в победу, друзья. Будем веселы и смелы, как подобает тем, кто борется за свободу Родины, за счастье своего народа. Каждый из вас должен точно знать свое место в этот день. Особенно важно проследить, чтобы никто из них не сумел сбежать, скрыться. За этим буду следить я, Рамон. Отлично, отлично, Васкес. А теперь по домам, друзья. По домам. Тихо, тихо. До свидания. До свидания. Зики! Зики, на помощь! Зики! Зики, на помощь! Зики! А-а-а! Зики! 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 ДИКИ! 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 Ангел моей жизни, вернись ко мне скорее. Жизнь стала для меня сплошным адом. Потому что тебя нет со мной. Может быть, я могу тебе чем-нибудь помочь. Черт, это все комендант. Я старалась быть смелой и сильной. Но я не могу без тебя. Так нарочно именно в этот день. Слушай, Паса, мне нужны деньги. Чтобы заплатить штраф и выйти отсюда. Продай все наши товары. Лавку продай. Ведь все так боятся коменданта. Черт возьми. Такой важный день. Но ничего, погоди, когда наши карты откроются. Что это? Это Валгала. Она пришла на день раньше. Слушай. Слушай, беги сейчас же на корабль. И скажи капитану Делюко, что его хочет видеть Дикий Малуни. Беги, беги. И он к тебе придет сюда? Беги, не теряй времени, моя дорогая, беги. Беги. Вот ты опять везет. Мой рыжий разбойник. Ты никогда не позволяешь погладить твои чудесные красные волосы. Ну ничего, ты придешь и снова пойдешь с приятелями пить. О нет, мне теперь не до вина. Вино сыграло свою роль. Ну беги же, приведи мне капитана Делюко. Беги, беги. Беги. Да чего же глупы бываем мы женщины. Когда-то я мечтала выйти замуж за президента. А вышла зарышего жулика. И живу в нищете. О боже, какое это счастье. Капитан Делюко, мне кажется, что у меня еще есть деньги в компании Везуви и довольно приличные. Еще неделю назад я потребовал, чтобы мне привели сюда некоторую сумму. Пароход Кристоваль, на котором были деньги, потерпел аварию и вернулся назад. Ай, черт возьми. Деньги привез я. Вот. Отлично. Эй, кто там? Быстрее, быстрее. Держи. Это прекрасно, что вы пришли на день раньше. Скажите, все вот это, тюрьма и прочее, это не связано с делами вашей маленькой лавочки. Ваши планы? Не потерпели крушение? О нет, это мое частное дело. Я не потерпел крушение в торговле. Дела в лавочке идут отлично. Приходите завтра на площадь. Увидите. 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 Ни Венков изрос, хотя этого требует страдав необычай. Да. Лосада не боится. Он уверен, что даже если народ и недоволен им, вспышки не будет. Он думает, нет вождя. Лицо-то у него достаточно кислое, взгляните. А кто это там четвертый в его карете? Здесь генерал Пилар. Храбрый и честный воин. В чем дело? Разве так встречают президента? Это бунт. Ваше превосходительство, нет никакой опасности, уверяю вас. Может быть, сегодня слишком душно. Передождем. Вы глупо, полковник, или это дерзость? Ваше превосходительство, помилуйте. Я согласен с полковником, ваше превосходительство. Вероятно, народ апатично уныл из-за погоды. Жарко. Никакой опасности. Толпа сначала обзаводится новым кумиром, а потом уже свергает старый. Мы у дворца, ваше превосходительство. Прошу. Нет, я пока останусь в карете. Генерал Пилар, вы, как старейший член кабинета, пройдите на балкон и произнесите приветственную традиционную речь. Потом вручите мне ключи от моей официальной резиденции. И вот тогда я выйду. Слушаюсь. Ваше превосходительство, разрешите, я тоже выйду? Мне интересно. Пожалуйста. А я по должности. Зачем здесь эти американцы? Лишние. Посмотрите, джентльмены. Вон там. Мадонна Боттичерри. Как она попала сюда. Лучше бы ему держаться подальше от женщин. Не нравится мне, что здесь замешана женщина. Подальше от женщин с такой-то шевелюрой. Граждане Анчурии. Вспомните, граждане Анчурии. Как постепенно от самых отдаленных времен в нашей стране воцарялись культура, свобода. Росло народное благосостояние. Ветер свободы дул над нашей прекрасной Родиной. Граждане Анчурии. Он дует и сейчас этот ветер. Наш воздух, как и прежде, свободен. Правильно. Очень хорошо. Генерал. Он коллегно говорит генерал. Дерно говорит генерал. Правильно. Граждане Анчурии. Я сегодня пришел, чтобы напомнить вам одного из самых любимых, самых благородных наших правителей. президента Энрико Оливар. ВИВАС! 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 Я напомню вам о том, как счастливо и мирно жилось нашему народу, когда он правил страной. Многие еще помню, какими восторженными криками ВИВАС встречали президенту президента Энрику Оливару. ВИВАС! 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 ВИВА! 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 Своё лицо, свою фигуру. Граждане Анчурии, разве вы забыли Рамона, сына президента Оливары? Кита! Кита! Кита, Кита! Граждане Анчурии, я пришёл сюда для того, чтобы вручить эти ключи, ключи от вашей свободы, вновь избранному президенту. Так кому же мне передать эти ключи? Убийце Энрико Оливары или сыну Энрико? Оливара! 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 Окружить корешу, не выпускать никого! «Бред». Славный мальчик! Я все думал, неужели он забудет свою милую? Лошади уже приготовлены. Такое что приведет. Быстрее. Красный выиграл, джентльмен. В этом юноше и в самом деле как будто много коротких. Президент более народный. Всю эту военную кампанию выдумал и провел Анадина. Дова Аливара была женщиной-состоятельной. После того, как убили ее мужа, она уехала в Штаты и дала своему сыну образование в Ельском университете. Мне кажется, это неплохо, что кампания Везуви оказала ему поддержку в этой операции. Это же чистый бизнес. Надо же было уничтожить этот лишний реал на пучок бананов. Вот мы и решили, что это будет самый быстрый способ. Ну что, поймали? Нет. Исчез. 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 Так, в самое сердце. Боэйный флот уничтожен, сеньора. Полковник Бальконик, к рулю. Надо сорвать флаг. Это бедная лохань, жалкая в которую мы попкушли. Флот Анчурий, этот бедный кокаду. Начальник флота. Единственный выстрел. И взмах шпаги. Морской бой. Надо смешить. Донсабас, погоня! Ты умер, как герой, за Родину, и Родина воздаст тебе почести, как своему герою. Последние почести. Это было трудно. В меру. Он сопротивлялся? Мне? Ну, а где же арестованные, в конце концов, а? Разговаривает Шеппан. Секретно. А вот они. Одрей, скажите, был ли у этого господина вот этот саквояж, когда вы в первый раз увидали? Был. Джентмены. Кто-нибудь из вас знает этого джентмена? Нет. Не знаю. Нет. Разрешите же мне представить вам сеньора Мирафлорса, президента республики Анчурия. В отставки, в отставки, в отставки. А также его очаровательный студент, известный американской певице Мирс Изабеллу Билбер. Сеньор великодушно согласился простить нам эту вопиющую ошибку, если мы защитим его доброе имя от всяких сплетен. С его стороны это большое одолжение, так как он имеет право требовать удовлетворения по всем законам международного права. Я думаю, что мы с благодарностью можем обещать ему полную тайну. Конечно. Конечно. Благодарю. Одей. Благодарю. Обезьянный президент? Что же он молчал? Так бы вы ему и поверили. Кстати, Одей, вы непригодны для частного агентства. На войне, где похищение государственных лиц первое дело, вы были бы незаменимым человеком. Зайдите в контору. Завтра в 11. Ясно, шеф. Гудвин, мне нужна тысяча долларов. И вы выдадите мне эти деньги немедленно. Еще вчера вы просили не более одного доллара. Не отбылать денег я вам не дам. Вы сопьетесь до смерти. Больше вам денег давать нельзя. Это преступление. Я люблю вас, Гудвин. Но я пришел всадить вам нож между ребер. Я попробовал это сделать тогда, когда здесь был полковник Фалькон, но... Но не мог. А теперь могу. Давайте говорить, как деловые люди. Я видел, как вы зажали в кулак чемоданчик покойного президента с монетой. Ой, я понимаю. Я понимаю, это шантаж. Но зато я недорого прошу. Повторяю, я видел, как вы сорвали с апельсинного дерева этот сочный, спелый саквояж. Одно единственное дерево принесло такой богатый урожай. Сто тысяч долларов. Это ли не рекорд для фруктовой промышленности? Продолжайте. Сегодня меня выгнали из последней пятийной. У меня больше нет ни совести, ни чести. Тысячу долларов, Гудвин, за то, что во время той кутерьмы я спал непробудным сном. Вступайте в город и составьте там точный список всех ваших долгов. Я их заплачу. Далее, мой секретарь купит вам сейчас же приличный костюм. И в три часа вы уедете на пароходе Ариэль. Мой секретарь проводит вас до каюты и перед самым отплытием вручит вам тысячу долларов. За это... О, я понимаю. Я понимаю, Гудвин. Понимаю и подчиняюсь. Но покуда? Не дам нереала. Только одна рюмка. Благодарю. Ваше здоровье, Гудвин. Нет. Этого я сделать не мог. Джентльмен не может пить с человеком, которого он шантажирует. Опять перечитываешь? В который раз? Не помню. Второй день нашел его с собой. Если бы, к моему счастью, можно было бы прибавить еще что-то, то это что-то прибавило бы письмо. Вот. Глубоко уважаемый мистер Гудвин, мы получили ваши сообщения, а также чек на 100 тысяч долларов, везенных из нашей кассы покойным. Служащие и директора страхового общества республика поручили мне выразить вам глубокое уважение, искреннюю благодарность. Деньги вы вернули нам менее, чем через две недели. Заверяю вас, что это дело не получит ни малейшей огласки. Искренне сожалеем за самоубийство мистера Уорфилда. Приносим горячие поздравления по поводу вашего бракосочетания с мисс Уорфилд. Уорфилд. И очарующий мир, ну тут уже неинтересно. Франк, иногда делается страшно. А что если мы никогда не встретились? Этого не могло быть, дорогая. Ведь нашими жизнями распоряжается судьба. ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Пожалуй, было бы лучше, если бы ты у него не украл эти миллионы. Было бы лучше, если бы ты этого не требовал от меня. Боже мой, какая скука эта ница. Вон там Средиземное море сливается с небом. Там Анчурия. Кричат попугаи. Обезьяны бросают сверху кокосовые орехи. Шумят пальмы. И гудят пароходы. 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 Прощайте, дорогая. Счастливого пути. Счастливо, Джонни. Счастливо. 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 Джонни, будь здоровым. До свидания. Где вы? До свидания. Спасибо. Ну, будьте счастливы, молодожены. Надеюсь, Джонни вы откроете в вашем городе магазин. Не так? Друзья, я буду скучать без вас. Передайте привет Рамону. Вилли, не забудьте, вы теперь консул. Вы подложили мне хорошее хищевелью, Джонни. Я консул. В этом есть какое-то чудовищное несоответствие. Я утешаюсь только тем, что это на несколько дней, пока не пришлют настоящего. Ну, а когда пришлют, мы с Кэрри в тот же день складываем наши фотопринадлежности и в горы. Говорят, там нашли золото. Попробуем. Ну, что же, друзья, прощайте. До свидания. Прощайте. До свидания. Спасибо. Прощайте, друзья. Прощайте, тропики. Прощайте. 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 Прощайте, где Джонни Эдвард? Уехал. Уехал. Узнаю моего Джонни. Такой он был всегда. Вместо того, чтобы заниматься делом, шляется где-нибудь по пистикам. Простите, скоро вернется? Эдвард. 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 Бездельничает, как всегда. Я не понимаю, как он может вести здесь дело, когда его даже в конторе не бывает? Теперь это дело поручено мне. Вам. Вот оно, вам. Понятно. Скажите, пожалуйста, а где же фабрика? Какая фабрика? Ну, та фабрика, где обрабатывают репейники. Кстати, извините, что вы с ними делаете, а? Я зафрахтовал два судна, доверху набил их репейниками и приплыл сюда. У себя в городе я нанял всех мужчин, женщин, детей для сбора репейника. Собирали целую неделю, были уверены, что я сошел с ума. Я могу подплыть к берегу и разгрузиться? Дайте бога, скажите мне, вы Динк Поусон? Нет, я Пинк Доусон. Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! 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 Я решил, что будет крайне невежливо с моей стороны не попрощаться с вами, дорогие зрители. Ведь это я пригласил вас на прогулку под звездами тела. Вы знаете, почему-то всегда ужасно жалко, когда что-то кончается. Вот и сейчас так мне не хочется уходить от ярких красок, от золотистого песка, от моря, которое, кажется, мне продолжает смеяться. Да, кстати, вы знаете, что на песке все участники этой игры в Короле и Капусту, выдуманной Оргенри, уходя, написали свои имена. Вероятно, для того, чтобы мы всегда помнили их. Ну что ж, пожалуй, придется мне написать свое имя, тоже там рядом где-нибудь. Тоже на память. Прощайте, друзья! Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!